Как зарабатывать много денег? Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, определите для себя, что такое для вас лично много денег. Сегодня будет мини-коучинг. Второе, ответьте на вопрос. Действительно, берите ручку и тетрадочку, и обязательно расписывайте ответы на вопросы, потому что будет такое глубокое погружение. Ответьте прямо сейчас на вопрос, а что я сделала, если вы женщина, и что я сделал, чтобы эти деньги ворвались в мою жизнь, или ворвались в мою жизнь? Третьим пунктом прошу вас расписать, насколько эффективна ваша жизнь. То есть вы себе задаете вопрос, насколько эффективна моя жизнь? Что вы успеваете в течение дня? Как простроен ваш график? Сколько вы работаете? Сколько вы отдыхаете? Сколько вы уделяете времени на то, чтобы поболтать с подругами, погулять и ничем не позаниматься? Это третий пункт. Следующий, четвертый пункт. Когда я последний раз училась или учился? Это важно, потому что мир современных технологий не останавливается. Он двигается вперед большими рывками и большими темпами. И за ним нужно успеть, если вы мечтаете о том, чтобы зарабатывать большие деньги. Дальше, пятый пункт. Когда я последний раз выгружала программы, негативные программы, ограничивающие программы и убеждения из себя относительно денег. Это важный пункт, потому что те ограничивающие убеждения, которые в нас застряли еще из прошлого века, которые, возможно, пришли по роду, которые, возможно, кто-то навязал, они могут очень сильно тормозить ваши денежные потоки. Следующий вопрос. Знаю ли я, какие профессии сейчас наиболее актуальны и востребованы? Потому что если вы про это не знаете, вы можете продолжать быть в той сфере, в которой вы находитесь уже, не знаю, 10, 15, 20 лет. И нет никакого роста. И вы ходите по одному кругу, и у вас день сурка. Возможно так. Не у всех, безусловно, но есть люди, у которых так. И вот как раз оглянитесь и подумайте, а не пора ли уже что-то менять? Следующий пункт. Ответьте себе честно. Моя профессия сейчас в этом списке востребованных профессий? Или она уже за гранью топа далеко? Ответьте. Следующий вопрос. Нужна ли будет моя профессия в социуме? Будет ли она востребована через 5 лет? Потому что мы понимаем, что очень много сейчас роботизируется. То есть роботы заменяют людей. А будет ли востребована ваша профессия? А не напишут ли программу компьютерную, которая заменит все ваши функции? Следующий пункт. Что полезного в своей деятельности или через свою деятельность я несу людям? Это тоже важно. В мир современных технологий все-таки состояние души, духовный рост, личностный рост. Опять же, то, что требует душа и просит душа. Еще все-таки эти ценности остались. И любой человек, который живет на планете Земля, у него построен и нисходящий, и восходящий поток, духовный, и материальный. И нужно вот эту гармонию искать. Мало того, что нужно уметь себя прокормить и прокормить своего потомства, еще и нужно дать другому пространству, миру что-то, людям, что-то созидать, а не просто жить по потребности. Продолжение следует...